здоровые просто ягоды гурт гурта тут просто не наблюдается и вот так сзади посмотрите они кстати есть с мелким гортом более редкие порядка там 700 гривен стоит вот так выглядит монета в штемпельном блеске оригинальная шивы еще в девяносто втором году их подделывали имитировали под вот такие вот оригинальные привет друзья в этом видео я покажу вам новую посылочку которую получил от одного нумизматического магазина магазин называется classer комью а я его уже показывал . кстати будет сейчас в подсказке это покупал свои перчатки и много другой нумизматической продукции я переложу свою коллекцию монет украины и буду хранить именно в этом альбоме давайте посмотрим что же мне пришло альбом гляньте вот такой вот футляр и это регулярные монеты украины новый выпуск запакован я покупаю на украинском сайте classer комью а ребята занимаются продажей огромного количества нумизматических вещей от перчаток альбомов пинцеты лупы средства для чистки для монет просто потрясающе ну что ж давайте посмотрим вот он этот альбом в целом он в отличном состоянии но новый как видите я распаковал его и конкретно здесь мы видим выставлены монеты с 92 года дальше 2000 год 2004 5 7 8 9 10 11 видите все 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 по очереди но самое интересное переделана была страница и вот здесь мы видим уже 13 14 15 16 18 19 года добавили 50 копеек одну гривну новую 2 гривны 10 копеек 19 гривна 1 гривна 2 гривны 5 гривен вот такой вот замечательный лист у нас появился его думаю отдельно можно будет там докупать и конечно вот пробные монеты сейчас мы как раз вот эту страничку с пробными монетами и заложим добавлю я сейчас сюда монетки посмотрим как это выглядит хотя я бы этот лист размещал в начале ну смотрите какая история если у вас эти монеты есть какие-то редкие вы можете конечно начинать коллекцию именно с этого листа я думаю я переставлю именно так но если монет конечно нет и довольно редкие и довольно дорогие начинайте с этого потом если что переставить этот лист и дальше мы видим разновидности также дополнительный лист с разновидностями куда можно добавлять наши обиходные монетки вот по 10 копеек 25 50 гривна ну что ж давайте теперь размещать эти монетки здесь как я храню монеты украины в целом я попробовал формат размещения вот в таком альбоме и в украинских листах вот таких вот пластиковых ссылочку я делал видео как эти листы выглядят и сколько стоят но вот как-то скажу для меня не так красиво ярко выглядит в обычных альбом вот таких листах монеты когда они подписаны у каждой есть своя ячейка какое-то другое настроение сейчас я вам покажу мы переставим вот у меня 15 копеек с ударением шаги гривна к сожалению не 92 года это жетон у нас который пробный на lcd делся английский чекан это копии монет 94 года пока у меня нет оригинальных 94 года но все говорится будет вопрос не скорости получения удовольствия от поиска конкретного какого-то материала коллекционного давайте сейчас размещать размещать сюда и посмотрим как это будет выглядеть для того чтобы разместить разместить сюда монетки достаточно просто сдвинуть в сторону вот эту пленочку и монетки отлично размещаются давайте попробуем редкая монета 15 копеек секса ударением я делал на нее обзор есть у меня на канале отлично помещается вот собственно в ячейку ну это скажи как у монета по было небольшим тиражом порядка 300 штук и там зависимости от металлов данный 15 копеек встречались еще реже можно встретить вот такие 50 шагов потому что это как раз разработка шла разработка номинального ряда дизайна и вот даже был не был этот момент утвержден герб и его вот так таком вот формате предлагали делать мы его можем разместить размещаем вот сюда вот 50 шагов звезда жетон такой я заказал у меня едет из китая сделал его украинский дизайнер разработал скажем так для создания штемпеля огромный привет но это очень-очень редкий жетон 50 шагов и я бы положил на вашем месте конечно же чтобы закрыть дырку однозначно копию потому что оригиналы могут стоить больше там трех четырех пяти тысяч долларов и очень сложно встретить такой оригинал 100 шагов тоже это жетон у меня есть такой так называемая сотка 100 шагов здесь подписали создатели данного альбома но тут уже нужно коллекционером судить и думать как бы подписывать возможно некоторые украинские коллекционеры пробные монеты по-другому бы увидели например убрали бы какие-то жетоны были порошковую гривну убрали бы отсюда и что добавили еще какие-то разновидности но в данном случае есть задача закрыть эту позицию и 100 шагов выглядит они так довольно дорогая есть разные разновидности с гуртом есть гладкий довольно самый редкий и вот такое вот с такими насечками с другой стороны мы видим тюльпаны вот такой вот оригинальный формат и он отлично вписывается также у нас редкие разновидности это английский чекан редкие монеты 10 копеек самая дорогая из этого ряда 25 и 50 у меня есть в коллекции сейчас покажу вот так выглядит 50 копеек какая-то ведь образуется даже небольшая патина на этой монете в целом на аукционах на разных форумах эту монетку можно купить она не проблема главное выделить просто на нее бюджет и цена на нее постоянно колеблется зависимости от спроса и от состояния конкретной монеты здесь среднее состояние не могу сказать что супер классно ну в принципе некоторые коллекционеры даже еще протирают мою такие монетки здесь мы видим небольшая патина образовалась 25 копеек у меня конечно состояние получше никаких там забоин конкретных никакой грязи монетка была из коллекции и скажем так в коллекции и осталось я ее сейчас размещу 10 копеек нет друзья если у кого будет 10 копеек пожалуйста напишите мне я рассмотрю вариант приобретения для себя для своей коллекции давайте разместим можно размещать можно размещать аверсом к нам и либо реверсом там где номинал в принципе здесь я ведь я разместил номиналом потому что мне так хочется так и так в принципе много кто размещает а в английском чекане из-за особенности я бы размещал к нам здесь разместил реверсом а в английском чекане бы размещал аверсом потому что чтобы было видно что это все-таки английский чекан и не нужно даже переворачивать на другую страницу Потому что, видите, этот вдавленный трезубец довольно красиво. Так у нас закрывается отлично этот альбом. Также довольно редкой здесь является монета 1 гривна 92-го года. Это очень крутая монета. И, честно скажу, вот я сейчас приехал из Одессы, сделал для вас выпуски по монетам, что я встретил на Староконном. Я встретил даже там гривну 92-го. К сожалению, она была не оригинальная, но сделана очень интересно. Здесь я положу вместо нее гривну 96-го года в таком вот состоянии, с небольшой патиной. Ну или поменяю на более лучшее состояние. Монетка, конечно, классно смотрится. И у нас легко размещается гривночка. Сюда ставится просто супер. И закрывается, соответственно, вот такой вот пленочкой. И с другой стороны монетки выглядят вот в таком формате. Смотрите, просто класс. Давайте я сейчас заложу одну страницу и покажу, как выглядит уже собранный альбом с одной страницей. Эти монетки у меня здесь размещены. Мы можем достать. Мы достаем 92-й год. 92-й, 94-й год. Листики сбоку они достаются. И давайте достанем еще 96-й. Те, которые я доставал из набора. Они в потрясающем состоянии. Штемпельный блеск гривна больше 600 гривен стоит. И разместим в альбомчике. Посмотрим, как это все будет смотреться. Вот такой вот лист. Это копейка. Две копейки. Я рекомендую эти монетки всегда брать себе не из оборота выловленные, а вырезать или доставать из каких-то, может быть, порезанных наборов. Или просто даже взять набор какой-то, и если планируете доставать, перекладывать в альбом, то из набора. Просто из оборота. Конечно, состояние у них похуже, и они не так круто выглядят. Что можно сказать еще по этим монеткам? Ну, они в отличном состоянии. Вот, смотрите, например, даже 25 копеек. Не редкая монета именно 96-го года. Но в таком состоянии довольно прилично стоит. У меня, кстати, есть обзор, там, где я рассказываю про стоимости монет вот в таком состоянии. Это просто приятно положить монету в альбом именно такую. Смотрите, как оно легко. Посмотрите. Они, кстати, есть с мелким гортом, более редкие. Порядка там 700 гривен стоить. И вот важно, ну, хорошее состояние важно. Вот это суперсостояние из альбома коллекционного. Ну, конечно, гривна. Посмотрите. Просто космос. Это не полированная, ничего не натерто, не намыто. Вот так выглядит монета в штемпельном блеске. Оригинальная. 700 гривен. Такая гривна может стоить спокойно. Думаю, если вы посмотрите на аукционах продажи, то именно столько она будет и стоить. 700, 600, 800. Так, дальше у нас редкая монета, конечно же, это 25 копеек. 25 копеек 95-го года. Тут, видите, она немножко выловлена из оборота. Конечно, есть грязь. Можно как-то ее помыть, но я не хочу пока, чтобы не убить монету каким-то неудачным способом чистки. Но 95-й год довольно редкий. И по редкости у нас, конечно же, и гривна редкая, и 25 копеек. 50 копеек не такие редкие. Вот гривна 95-го. В таком состоянии. У нее, конечно, был пик формы. Это 1100 гривен продавались на аукционе. Были и по 900, и по 800 продажи. Сейчас все опустилось. Рынок плюс коронавирус, карантин порядка 600-500 гривен они стоят. Ну и 50 копеек тоже они бывают с разными гуртами. Ну, недорогая гривен 15-20 такая монетка может стоить. Тоже смотрите состояние. Видите, какое у меня. Я сам из оборота выловил. Ну, оно приятно, когда у тебя из оборота своя монетка. Но если есть в лучшем предложении, состояние, конечно же, в альбом лучше положить. Я пока размещу, чтобы вы увидели, как это выглядит. И сейчас заполним другие ячейки. Вот такая вот 5 копеек, которая просто была огненно блестящая, с лучиком. Сейчас я вижу, что она начала покрываться патиной. Это, конечно, минус такой пленочки. Посмотрим, как в таком альбоме. Но, конечно, не прикольно. Вот так выглядит первая страничка монет. Конечно, есть прям в идеале из набора, есть из оборота. Есть вот некоторые монеты, которые были супер, но коррозия такие их одолела. Какие-то появляются точечки. Это часто проблема монет 94-го года, вот 50 копеек. Можно, конечно, как-то попробовать помыть, либо выбрать. Конечно, выбирайте получше, что вам находится из оборота. Перебирайте, находите такие монетки. Если у кого-то что-то есть для моего альбома, предлагайте. 92-й год. Кстати, хотел показать еще монеты 92-го года. Вот у меня есть такие фальшивые. Еще в 92-м году их подделывали, имитировали под вот такие оригинальные. В принципе, это были довольно интересные подделки. Вот такая, кто знает, как называется. Напишите прямо сейчас с улыбкой. 50 копеек. Даже сейчас я встречаю на аукционах какие-то вот такие подделки. Мне кажется, это вообще какие-то китайские, потому что очень грубо сделано, но довольно интересные. Недорого они стоят. Конечно, оригинальные тех годов гораздо поинтереснее, чем просто такая китайская. Даже есть у меня фальшак 94-го года. Вот он так выглядит. Смотрите, какие здоровые просто ягоды. Гурта тут просто не наблюдается. И вот так сзади неаккуратно сделано. Но люди воспринимали как оригинальную монету. Никто даже не может подумать, что это фальшивые 50 копеек. И реально они находились в обороте. Вот такая вот подборочка. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился этот альбом. Что думаете, хотели бы вы себе такой альбом получить, чтобы в нем собирать регулярные монеты Украины. Оставайтесь на связи. Всем пока.